Музыка Из воспоминаний Екатерины Елагиной До базы оставалось порядка 100 километров, но большие самолеты там не садились. Предстояло дожидаться маленького, по два. К первой комплексной партии был прикомандирован авиаотряд из нескольких по два, одного Яка и двух новеньких, удобных для геологов, Ан-2. Пилотами были известные на всю округу АСы Петр Фролов и Григорий Гладий. Едва мы выгрузили имущество и огляделись по сторонам, неожиданно приземлился Петр Фролов. Это был невысокий, плотно сбитый крепыш, по одному внешнему виду которого можно было определить его профессию. О том говорила его плотная, мускулистая, подтянутая фигура с выступающим твердым подбородком и решительной горбинкой носа. По земле он твердо ходил, неторопливо, уверенной походкой пилота, расточая вокруг себя доброжелательность и жизнерадостные улыбки. Приземлившись в селе Преображенки, Петя Фролов увидел на летном поле груду имущества, вокруг которого расположилась живописная группа, пребывающих в полусонном состоянии привлекательных особ прекрасного пола. Без раздумий переменил он первоначальные планы и решительно взялся доставить всю нашу 124-ю партию вместе с имуществом на базу. Через какой-то час мы уже были на месте. Субтитры создавал DimaTorzok